Осталось 5 секунд. Что групповая стадия потихонечку подходит к концу. Осталось буквально 2 игровых дня. Вот завтра и послезавтра. Причем послезавтра будет сыграно только одна встреча. Здесь же в группе B. Прямо сейчас команды по соседству расположились. У Ареда Тандерс еще приличное количество матчей. В данный момент вижу статистику у них 1-1. Как будто бы что-то не обновлено. А нет, все нормально. В любом случае команда пониже находится, чем X3. Вот X3 вчера потерпели поражение против HF неожиданное. Довольно посредственно ребята сыграли во второй и третий картах. Первую тоже с камбэком еле-еле затащили. И сейчас 2-2 у них. Чтобы ворваться в группу лидеров необходимо только побеждать. X3 сегодня в очередной раз выступают с заменой. Насколько я вижу, SMN сыграет вместо Антохи. Вчера было 2 замены. Они проиграли. Но может быть с одной заменой им будет немного попроще. Ну а Red Hat Anders мне не доводилось в этом сезоне их игры смотреть, комментировать. Вернее про X3 знаю чуть побольше. X3 видел на чемпионате России, где они одержали победу. Так что эти ребята я примерно представляю, на что способны. Насчет, кстати, чемпионатов. У нас тут намечается 11-12 числа финал Всероссийской спортивной студенческой лиги. Поэтому обязательно смотрите трансляции. Все будет. Ссылочка в чате появляется. Следите за этим турниром. Ну и давайте сразу, пока драфты еще идут, обратимся к WinLine. Посмотрим, что они нам предлагают на эту серию. Посмотрим, кто является фаворитом. Здесь, наверное, заочно можно фаворитом ставить команду X3. Да, действительно, 1.54 коэффициент на них. На Red Hat Anders 2.25 это на серию. Про баннер также не забываем по трансляции. Переходим, пользуемся фрибетом до 10 тысяч. Ну и смотрим теперь уже драфты. ЦК пак Air Spirit редкий нынче. И Phoenix War Red Hat Anders. Снизу видим Котлад, Дума и Виверну. Ну, какое-то разнообразие команды вносит. За последние три дня мне не доводилось комментировать Виверну. Уж тем более Air Spirit. Ну и Дума тоже, если честно, не припомню. Наверное, в других матчах каких-то появлялся. Героя нельзя сейчас назвать каким-то неметовым. Он на мажоре сплошь и рядом был. Многие его рейтили. На четвертой позиции, на третьей позиции тоже был. На четверке даже побеждал побольше, чем на тройке. Ну и здесь он тоже будет четверкой. Судя по всему, и пикнув Бистмастера, X3 прямым текстом намекают, что Котл пойдет в центр. Скорее всего, Котл, да? Туда может, в теории, пойти Дум. Но есть ли в этом смысл, когда Котл очень эффективен в миде нынче? Верно, пятерка, Дум 4. Что-то такое, наверное, ожидаем от X3. Вот этот Андерс тоже все ясно в плане саппорта, в плане мидера. Единственный вопрос, куда пойдет ЦК. Будет ли это ЦК позиции 1 или тройка? Против Суперновую есть ли что-то? Есть Бистмастер с Аурой хотя бы. В остальном против Суперновую довольно посредственный пик. И неясно, чем можно остановить Феникса, если не появится еще какой-то керри-персонаж с большой скоростью атаки по типу Урсы, да, или Лайпстилера, или, может быть, какой-то Рейнджевик, которому будет попроще Суперновую разломать. Ну, сейчас команда Реда Тандерс точно пройдется по первым позициям, очевидно. Дальше узнаем. Ах3 должны просто угадать, куда пойдет ЦК. Потому что ЦК против многих керри способен постоять. То есть линия ЦК Урспирит, например, да? Линия убивающая в оффлейне, я думаю. И там какая-то Виверна. Не факт, что подобное выдержит. Джаггернаут уходит тоже. Герой с высоким показателем скорости атаки. Нужен кто-то подобный, да? Либо Рейнджевик, как я уже сказал. Но самый популярный Рейнджевик, естественно, забанен. Медуза королева просто до 2 цел. Очень много побеждает, редко проигрывает. И большая часть команд понятия не имеет, как ее контрить. Кто-то пытается, но это все настолько неубедительно, что проще просто от нее избавиться и не испытывать судьбу. Вчера вот ПЛ, помню, победил, да? От YNT, где коллапс уже третий день подряд за команду выступает. Так, считают, что Керри все-таки ЦК, поэтому уходит Дес Профит, который потенциально может в оффлейн пойти, каких-то милишников там задушить. Плюс до этого забанили Марса, Найт Сталкера, тоже оффлейнеров. Есть какой-то Урса, которому некомфортно бы было против ДП, и который работает против Феникса. Не уверен, что он идеально нынче работает против ЦК. Вообще мало героев сейчас против ЦК, работают максимально хорошо. Он настолько универсальный. Ну вот еще один иллюзионист, это Нага, с другой стороны банится на Чирс Профит. Интересный бан. Пока у RedaThunders все плохо с точки зрения рошан-дэмэджа и урона по объектам. Вышки толком никто не пушит. Оффлейнеры, которые могли бы это делать, либо забанены, либо бестмастеры у другой команды, хотя бы нашли, чем котла цеплять, да? Пакер Спирит, герои, которые против котла могут нормально работать. С другой стороны, если котл сильно разгонится, и вы там пару раз его не гонганете, он просто в космос уйдет по Нетворсу, и с прокаста будет забирать там большую часть ваших героев. Виноманцер. Ну, кстати, Тауэр дэмэдж, Рошан дэмэдж, Виноманцер способен обеспечить, и он очень многих милишников на линии тогнобит. Тут уже и урсу не хочется брать. Лайфстиллер все еще ок, наверное. Да, тут не сложно было и против кастера, в первую очередь, и против Суперновы. Тут, наверное, альтернативу лайфстиллеру придумать было бы очень тяжело. А из ранджевиков там кто оставался? Из относительно неплохих лунок какая-то, да? Дроу Рейнджер. На линии бы, может быть, и постояли, но пак их цепляет, Росперед в них вкатывается. До Суперновы можно не дойти, банально. Было бы совсем трудно. Так, Нисфирс играет на лайфстиллере. Ширгорат, которого вчера команде очень не хватило, будет играть в оффлейне на Бестмастере. Замена в лице СМена на Виверне. Ну, понятное дело, Вильхиор на Думе. И Тенарвал, который пока, наверное, является таким самым ярким звеном в своей команде, отправится в центр на котле. В принципе, он вчера показывал чудеса на двух спиритах и на паке. Если вы помните, если вы смотрели. Первую карту на Эмбере выиграл, на Шторме проиграл. И на паке тоже проиграл, хотя бегал с Гудлайком. Команда там сильно оторвалась, но потом пара неудачных тимфайтов. Виновником которых был, в первую очередь, кстати, керри команды, Нисфир, на Войде. Очень была такая, ну, откровенно, плохая, наверное, игра в его исполнении. Можно лучше, естественно. У него что-то совсем вчера игра не задалась. Надо исправляться, надо исправляться. Надо команде приносить третью победу в группе. Пусть старается. Герой простейший. Ничего на нем изобретать не надо. Вот он на простом герое на ВК выиграл. На героях, таких чуть более творческих, уже не пошло. Уже было посложнее. Давайте сразу же посмотрим, что Винлайн конкретно на карту предлагает. Предлагает он 1.57 на X-3. 2.15 на Red of Thunders. Предлагает вам забрать в ребет до 10 тысяч по баннеру под трансляцией. Смотрим, смотрим. Наслаждаемся дотой. Надеюсь, что насладимся дотой. Есть интересные герои, действительно, которых нечасто видим. Довольно мясная карта может получиться. По крайней мере, драфтера до Thunders на это намекает. У них герои не про фарм бесконечный, у них герои про экшн, про работу по обжективам. Коттл тоже подвижный очень товарищ, который регулярно с Boots of Travel перемещается по карте, везде помогает, везде мешает сопернику, везде с прокаста всех взрывает. Нет, кстати, инфестбомбы какой-то крутой. То есть лайфстиллер сам по себе. Единственный герой, который может прыгать в теории, это Дум. Потом, когда накопят на Блинг. Но надо его еще купить. С позиции 4 это чуть посложнее, чем стройки. Мидасы не покупаются. Команды руны поделят, разбегутся по лайнам. Лайны все предсказуемые. В общем, смотрим. Виноватер, спирит. Эта зеленая линия не должна стоять пассивно, не имеет права просто стоять пассивно. Здесь надо постоянно куда-то в кого-то вкатываться. Даже в лайфстиллера это не ошибка. Лайфстиллера можно заставить раньше вкачать рейдж, заставить его часто прожимать. Лайфстиллер не таким уж большим монопулом обладает, чтобы регулярно это делать. И кулдаун не самый маленький. Пару раз вкатиться. И пусть он там реген регулярно тратит. Виноватер, конечно, милишников серьезно душит. Да, потом, по игре, впоследствии, лайфстиллер практически не ощущает виноватера. Но до этих моментов еще необходимо дожить слишком. Поздно это будет происходить. В центре пак, наверное, против котла стоит элементарно. Коттл тоже ему по барабану на пака. Его задача не пака убивать, ничего там с ним не делать. Его задача просто крипов бить хорошо. Пак не будет подставляться под иллюминейт. Пак просто будет вот так нюками так же добивать. Совсем неинтересный мид. Скорее всего, будет. Сомневаюсь, что там кто-то сможет убийство сделать. Если сможет, то это должен, по идее, делать пак. Но я тоже слабо представляю, как это вообще должно происходить. Тут интересно. Бисмастер зашел между вышек и начинает мешать ЦК с самого начала. ЦК использует телепорт. Думаю, так медленно машет. Тут под дебафом Феникса. Вообще лучше даже не замахиваться. Посмотрим, будут ли нападать на СМН. Здесь это самое уязвимое звено. Уровня со второго Эр Спирита. Может быть, с третьего. Пробовать имеет смысл. Смотрим, какую Веномальтер раскачку выберет. Будет ли он сразу пытаться качать змейки. Или же все-таки пассивку замахнуть. Ну вот так, да. Можно въезжать на Лайфстиллера. У него ведь до сих пор нет рейджа. И вы знаете, как бы он здесь не отъехал. Он очень медленно передвигается. Наверное, пытается как-то остановить. И спасает. Лайфстиллер разворачивается. Амар. Покатится он до конца. Ну да, покатился. Попал, правда, в СМН. Я не знаю, чего испугался Веномальтер. Может, ничего не испугался. Может, просто решил, что крипы важнее. Ну, драфт хорошего Реда Тандрс. Очень хороший. И здесь, если у Котла не пойдет, то с жадным, слабеньким Лайфстиллером первое время. С Думом, который без блинка мало на что способен. Будет очень тяжело. Бестмастер и Котл вдвоем должны будут эту игру делать в мидгейме для команды. В этом плане у Реда Тандрса пик поинтереснее. Потому что каждый из героев в мидгейме может быть полезен. В том числе ЦК. Он может подключаться к команде гораздо раньше, чем Лайфстиллер. И делать это эффективнее. ТПС он точно вносит в разы больше. Уже приближается славя к четвертому уровню. Лайфстиллера третьей с половиной. Ну вот так, да? Рейджи все. Ты все дуба все сбросил. И надо просто разводить на этот рейдж как можно чаще. Мирсперед пытался своровать руну у Котла. Не так-то просто это сделать. Котл будет делать себе какие-то стаки бесконечные. Удобно, конечно. Потом впоследствии все это зафармит. Ну, ПАК, кстати, пока переигрывает Котла. По крипам переигрывает не то чтобы сильно, но почти лишний десяток имеет. Пятый с половиной уровень. Котла аналогична. Так, на топе. СМН. Хорошо здесь. Лыжник свой запустил Амар. Героя сразу задел. И в СМН теперь поехали. А вот теперь, кстати, не факт, что он выживет. Надо убивать, да. То, о чем я и говорил. Виверна здесь не живет, если играть агрессивно. Чуть позже сделали килл ребята из Х3. Амар застрял. Ой, как неудачно он тут сыграл. Наткнулся на Расла. А вот здесь можно убить лайвстилера. Хорош. Хорош добивать. Красава. Лайвстилер успел купить перед смертью Фейзе, но... Тот факт, что Виномантер в соло делает такой жирный килл... Должен огорчать команду Х3. Враг реально очень нужный, очень солидный. Снизу. Феникс погиб. Сейчас попытка как-то продамажить без мастера. Без зверей. Думаю, с каким крипом. Ну да, с самым популярным нынче крипом. С мастеру, кстати, очень больно. Реально больно. Феник, правда, погиб раньше. А без мастера вообще умрет? Нет? Это уже сомневаюсь. Установили еще ненадолго ЦК. ЦК разворачивается. Дает стан, но он вряд ли рассчитывал на фраг. А как бы здесь, да, хорош. Вильхиор, конечно, батик. Параллельно Котла еще убивают. Но Вильхиор эту линию просто солянова выигрывает. По удивлению. Почти пятый левел Дум с позиции 4. Спирит вот, например, треть с половиной имеет. Ну, 3-0-0 Дум бегает. И Нетворс, наверное, у него достаточно большой. Давайте посмотрим. Да, для саппорта слишком хорош Нетворс. На уровне ЦК идет, если что. Это соли. Увидел Пака. Пак забрать вряд ли получится. Так, на топе. До конца пошли за Виномансером. Кто-то успел купить урну. Но, опять же, нет поддержки Виномансеру тоже. Непросто. Героя ведь без эскейпа. Все, что он может сделать, если он фуловый, нажать телепорт и... Все. Он не стал этого делать. Я не увидел, сколько у него хп было. Перед тем, как у него атака пошла. Лайфстиллер взял уже уровень 6. Тиммейт пока не берет. Оставляет скиллпоинт. Ну, действительно, достаточно динамичная игра на боковых линиях. Да и везде, да. И в центре тоже фраг сделали благодаря Гангуэр Спирита. Уже 8 киллов команда нам показали. Никаких стаков не вижу, ни с той, ни с другой стороны. Стаки есть только у котла. Он сам по себе там играет, сам делает. Покупает себе бутсов тревел. Вот теперь он может куда-то перемещаться, подключаться. Ему, конечно, левел свой поднять еще сильнее. Там доминейтинг уже. Доминейтинг от Кенринга. И это все еще без ультимейта, без мастера делается. Марабан им будет не пать Левелхер. Подобрал Кенринг. По-моему, не залил ману думу. По-моему, не достал до него. Шаргарат. Чего ж ты так не заботишься? К тому... Не заботишься о том, кто тебе линию выигрывает. Максимум, что здесь могут сделать, это просто спушить вышку. ЦК ушел. Ловить ему здесь больше нечего. Блить нажимается для защиты крипов. Феникс летает туда подальше. Ну, летал там с телепорта. Забавно. Там в центре тоже какая-то движуха. Здесь Виверна пострадает. Судя по всему далекий фраг. Ну, вышка снизу будет уничтожена. Без проблем. Прилетает Дум. Без маны. Даже на несчастную землю не хватает. Котл, помоги товарищу. Залей маны. Кому зальет? Хорош. Просто полный столб. Монополом неудивительно. Нисфир вообще не стесняется рейдж прожимать просто на каждый гель. Здесь подошел пак для атаки. Нисфир спрятался в лесу. Пока экономика у команд практически равная. Сильно выделяется Дум на фоне саппортов. С таким стриком с Девауром неудивительно. Ловит Феникса. В этот раз через рор. Очередной легкий килл. И это уже какая? Пятая смерть. Ого. Опять это уже перебор за 10 минут. Просто по экспе, я думаю, могут прилично так оторваться экстрим. Хотя нет, тут Дум так много экспы забирает, что... коры идут на уровне коров хот-темп. Пару тысяч ведут экстрим. Их герои способны, ну не считая лайфстиля, разрабатывать больше. Их герои убивают больше. Пока в принципе экстрим делаются несколько лучше. Чтобы не две смерти от Виномайнсера на топе, так вообще бы они уже тысячи три, три с половиной вели. Пак по-прежнему на топе. Он куда-то вернулся. Потом опять пошел наверх. Лайфстиллер просто рейдж на всякий случай. И бежать. Вышку Виномайнсер сейчас потихонечку будет осаждать. У него четвертые варды. ЦК. Нашли его. Слишком быстро передвигается. Контроля никакого. А Бисмастер тем временем сносит вышку еще и в миде. У него уже есть Доминатор. У него скоро будет Оверлорд. На него нападает. Он сейчас умрет. Помочь никто не мог в этой ситуации. Силлер. Вынужден прятаться. А что еще делать? Не Фениксу уже фраг дарить. В Топе. Объединенная СМНа. СМН дает перед смертью ультимейт. Позволяет ответный фраг сделать. Размен произошел. На Топе сейчас должна падать вышка. В центре. Тем временем убили ЦК. Ответка будет? Думкойл потрачен. Силенок не хватит. Ну бы, чтобы справиться даже с Думом. Вроде опять убивают побольше Х3. По экономике при этом не отрываются. Лайфстиллер, конечно, так себе фармит. ЦК там умирал уже сколько? Дважды. Армлет себе только прикупил. И ЦК армлет уже есть. Такая беготня происходит на карте. Фраги ради фрагов. Х3, естественно, со своими героями должны были спушить вышек побольше. Они это и сделали. Вопрос, что делать дальше? Когда идти на Рошана? Когда... Фраги ради фраги ради фраги ради фраги. Можно, конечно, носиться вот так за Фениксом, убивать их. В этот раз, правда, он и летит. Весел есть на мантера. Надо вот эту вышку обязательно защитить. Пока-то ее пушить без вина мантера нечем. Рано или поздно он подтянется. И удовлетворение сохранить. Благо, есть Коттл, который делает это хорошо. Да, он не ломает, конечно, варды вина мантера, но он убивает быстро пачку крифов. Владмерс есть у бестмастера. Прыженный шлем не за горами. И он подходит вниз к Т2. И сюда придется стягивать какие-то силы. Иначе Т2-вышка тоже потихонечку будет уничтожаться. Уже даже глиф пришлось поражать в центре. Неужели никто не будет защищать, кроме глифа? Ну нет, есть Коттл, есть Лайфстиллер уже. В порядке справятся. Успокоились немного команды. На линиях было повеселее. Но сейчас реально в макро непонятно, в чью пользу игра складывается. Точно не в пользу Вильфиора, на которого здесь толпа народу выбежала. Теперь с дымкойл уберем. Так, это не конец. Цепанули еще и бестмастера. Вот это уже фраг поинтересней будет. Рор полетел. Это, кстати, Носомар, да? Да, Носомар. Ширгарата тоже наверняка убьют. Или нет? Нет, живет. Если убьют, Коттла будет еще круче. Коттл очень быстро передвигается. Эх, туман войны. Нюком также не попадает пак. Он просто уйдет сейчас. И похилит сам себя нормально. Ну, такой размен, учитывая, сколько людей пришлось тянуть для убийства Дума. Наверное, в пользу Х3 снова. Ну, Виверна, кстати, на блинке. Я говорил, что с Думом будут врываться через бомбу. Не удивлюсь, если Виверна с блинком сама будет нырять с Лейфтилером внутри. Ладно, Дум тоже себе вот-вот блинк приобретет. У него Дивауэр в 3 вкачан, поэтому не проблема. Опять, ну, у него Героя в центре. В этот раз с катапультой. В этот раз... Вышку захочется снести еще сильнее. Что там, Яша куплена? Действительно, Яша будет си. Уу, ЦК. Вообще, не типичный такой предмет для Героя. Теперь-то его можно встретить. Ну, видимо... Не хочет, чтобы долго контроль висел, да? Снизу Дум. Нет, если он так будет умирать, то блинк откладывается, естественно. С другой стороны, опять 3 Героя на него выходят. 4 Героя его команды продолжают бить крипов. И Виверна, кстати, тоже тут левел получает. Девятый уже берет. На блинк уже накопил еще 500 голдов сверху. В СМИ-но прям много. Что Коттл все будет брать? Будет брать БКБ. Прошли те времена, когда на котлах первым слотом догон брали. С центра. Он там бегал в одиночку. С двух нюков просто убивал. Любую цель на карте. Просто пугнули. На лайфстиле-то, конечно, Пака не поймать. Вообще, Пака ловить будет непросто. Даже несмотря на наличие Дума. Потому что просто банально очень сложно повесить этот ультимейт, если ты нападаешь первым на Пака. Он всегда спрячется, пока ты там руками замахнешься. Скорее всего, Пак уйдет. Кто еще тут начать может? Может, Виверна как-то. Может, Бистмастер. Хотя тоже непросто. Хороший пак. Здесь в одиночку может игру сделать. Сейчас хороший пак вместе с хорошим Фениксом нападает на плохого Бистмастера и убивает его. Не на плохого, в смысле, играет. Просто как антагонист он здесь получился. Не сфир. Дезолятор. Дезолятор. Ну, Дезолятор и Пагнальд Рошана бить в таком случае. Бистмастера только надо дождаться с хорошим крипом. С полезным крипом. Потому что этого он потерял только что. Экономика Х3 не растет. Они давненько не сносили никакие вышки. Да и вообще, фраги они сейчас делают порежу. Счет был 10-6. Сейчас 9-11. Посчитайте. Все есть у ЦК. Учитывая, какой контроль у Х3, да, и Doom, и Roar, и все остальное. Действительно может быть полезно, но настолько ли? Трудно. Мне кажется, не ЦК будет первой целью по всей этой кнопке. Душку очень хочется допушить. Наконец-то Виномайнская я увидел. Где-то вне верхней линии. У него Весел с нулем зарядов. У Котла Весел с двумя зарядами. Активненько, да, начали играть? После лейнинга. Ребятки. Снизу что-то намечается. Там пак. Там пак. А вот это хорош. Ну, Вильхиор батит. Вильхиор в соло просто сейчас делает игру для команды. Ну, серьезно. Супернового. Можно и побить ее, кстати. Если добегут, сломают. Сломают, сломают. Это минус 3. Просто напал. Блин, к станду. По-царски. Котл похилил. И можно теперь ломать Т2. А вот это уже действительно увесистое такое преимущество. Х3. И вот этим эпизодом сейчас, если не игру выиграли, то сделали просто большущий шаг к победе. 72% дата плюсов оценивает их успех. Заход сразу на хай граунт. А почему нет? Там, тем более, герой еще погиб. Ну, он везде. Он везде. Т3 сломали. Один заход. Одна ошибка. Одно удачное действие. Да это не ошибка. Нет. Тут не было никакой ошибки от Реза Тандерса. Одно. Но просто шикарное действие Вильхиора. И сразу же Семера. И сразу же о Рошане думаем. И прям сейчас в него идем, наверное, да? Можно, конечно, дождаться ультимейтов своих. Там немного осталось. Бейсмастера уже есть. У Дума будет через 50 секунд. Смотрите, какой он богатый. Он скоро пакат. Тебе догонят. На импакте. 7-2-4. На треть Рошана пробили. О, смотрите, насколько его хейтят. Что даже Дримкоил просто соло Дума ставится. Правда, здесь Виверна как шикарно. Вот здесь Семен сыграл как Батя. Это минус пак. Дума, конечно, убили в ответ. Но если он умрет ЦК, это совсем другая история. Амар там тоже застрял. Испирт готов подниматься и идти за Раслом. Расл беги. Суперновый нет. Чёрт. А, вот так, да? Подпилиться. Нажать рейдж. И убить Раслом. Минус 3. Пока что отпустили Амара. Нарвал за ним там бегает. Не нашёл. Но это в любом случае минус 3 и минус Рошан. Это богатая Виверна, которая тоже выбирает позицию. Про неё вообще забывают. Понятия не имеют, что с ней делать. Нашли самого опасного. Вроде как напали на него. А тут внезапно второй саппорт вылез, который оказался не хуже. И лайфстиллер, да, как-то к месту. Ну, это идеальный был ласт пик. Виномансер, увы, со своей задачей не справляется, в принципе, как герой. Задача была выиграть линию и потом по объективам, по каким-то поработать, тимфайты делать. Линию не выиграл. Сначала убил, потом умер. Да и дальше я вообще про него забыл. С седьмой, там, до двадцатой. Пока он в центр не пришёл, два варда не поставил, я про него даже не вспоминал. Вот Сорп, он купил себя. Рошаны, наконец, добивают. И если успевают, брать не спир. Баг, его там перехватил в очередной раз в ринг. Батя. Вот знаете, это образцово-показательное такое выступление на думе четвёрки. Примерно так и должен хороший игрок действовать. Это вообще нереально показывать в каждой игре на думе. Часто бывают матчи, где... В сложной линии, там, на четвёрке. Он вообще будет умирать, а не то, что там 4-0 выходить с ним. Но то, как он действует уже даже после лейнинга, для преимущества ещё не было таким огромным. То, как он ловит, то, как он двигается. Достойно уважения. БКБ заставили поражать котла. Несколько временем с командой кушат уже Т2 на топе. Экономика продолжает расти. Уже 11 тысяч. Надо теперь выбрать момент, когда подниматься на ХГ. Можно сломать последнюю Т2. Надо сделать будет пару киллов. Ред и Тандерс, судя по всему, сами вылезут и допустят какую-то ошибку. С ошибкой я подразумеваю, вообще, не знаю, нажать смолк какой-то и пойти вперёд. Так, а у соперника Айкис. Наверное, сейчас у них геймплей должен просто походить на... Сплит-пуш какой-то условным паком. И просто спрятаться за забором на базе. И просто ждать. Амары здесь ловят через рор. Вот тоже пытался сплитить. Тоже пытался припскипать. Наказан. Тем временем, анринг без ультимейта. Зато скоро БКБ себе купит. А это уже солидно. 25-ая минута, четвёрка дум, 9 тысячный творца. Барабаны, блин. И БКБ. Очень солидно. Исфир. Подошёл, наконец, Трт2. Висит на нём дебаф. Он его сразу же сбрасывает. Вышку допушил. Можно уходить. Можно себе и гем позволить. На 25-ой купить. На Виверне. Виверне ещё, кстати, с философским камнем. Тоже посмотрите, какой богатый СМН. Он нашёл сначала момент, чтобы выформить блинг. После чего купил линзу. Теперь с философским камнем он будет... ...всегда пассивно какие-то деньги получать. И просто будет держаться выше, чем... ...саппорта Рода Тандерс. Фениксу бы тоже философский камень помешал. Коттл тоже, кстати, незаметен. Он просто есть. Он просто богатый. Никаких вопросов. И он купил себе таки догон. Чё, на ХГ поднимаемся? Потому что Т3-то нет, конечно. А Дезолятор есть. Пак. Сейчас тебя накажут, дружище, за такое, нет? Мастеру... А, у неё есть блинг, он бы уже потратил. Не пошли. А тут Дум. Тут есть Дум. Тут есть Дум, который тоже вот этот раз не поймал. Но сложно. И вот такой продолжительный замах был руками. Никимать не повесил. Окей, Пак пачку крипов там какую-то забрал. А у него забрали Барак. Размен неравнозначный. И ещё больше минуты будет. Вторая жизнь у Лайфстилера. Ну, можно себе позволить. И вторую линию ломать, ничего нет. Котл там из-за стены похилит. Дракон, кабаны. Всё это работает. Скам. Прикольно. Дракона начинает. Би ЦК. И... Супернова ставится. А чё делать будем? Убегать придётся. Дум в себя, да, полетел. В ЦК тоже, но там был Лотос. Правильно повешен. Дум не умрёт. Лайфстилера будет пытаться убивать второй раз. У него рейдж-топ КД, кстати. Ну, приходится драться, чтобы отхиливаться от крипов или от соперника. В любом случае, Барак сломал. Можно отступить. Не ошибка. В ЦК вызывает иллюзии. Не спир останется, не останется. Не ясно. Команда вроде отошла. Тут просто рор. Просто вамара, амар. Круто. Круто, Энрик. В очередной раз круто. Ну, оказывается, в окружении всей игры с командой. Но есть, Дрим Квелл. Возможно, придётся тратить просто, чтобы выжить. Арба... А, есть. Блинк, есть тёрт. Нормально. Уходит. Смоук. Вот Экстрим. И куда-то на поиски. Соперников можно отправить. Можно дождаться следующего Рошана. Не ошибка. Понадёжнее сыграть. Но, мне кажется... Любой минус, который они смогут сделать, открывает им двери. Они могут заходить на третью сторону. А можно даже без минуса, как намекает Нисфир. Видите, с кабанами разбирается. Соперим. И уходит. Так, Реда Тандер. Сыграть будем то-то сегодня? 2% вероятность победы. Наверное, эти 2% вот эта штучка обеспечивает. Рефрешер Орб. Купил себе Феникс. Осталось только поставить суперновую, потом вторую. Желательно, чтобы они взорвались. И желательно, чтобы это было под каким-то Дримкойлом. Естественно, Веноматер туда должен ультануть. Вы сами всё поняли, да? Идеальный тимфайт. Отыгрываем 10 тысяч за него. Забираем Рошана второго. Отыгрываем ещё несколько. И камбэкаем. На практике они сейчас просто потеряют всех героев в тимфайте и сдадутся. Но они хотят сделать это как воины, как мужчины. Поэтому сами нажимают смок. Идут вперёд. Была-не была. Посмотрим. Пак выдал своё местоположение. Остальные тоже догадываются, что где-то там всё происходит. Ребят, у вас фухня горит. Минус Амар, который моментально выкупается. Веноматер зашёл, ультанул, получил рор, умер. Минус 2, байбака нет, бига. Ну да, тут даже всех не пришлось убивать, чтобы вынудить сдаться соперника. Икс-3. Шикарная игра. Не знаю, для меня лучше всех здесь, естественно, отыграл Энринг, он же Гальфер. Это было очень сильно. Это было ну так по-взрослому, да. Не по-русски выражусь, по-тир-один. По-тир-одиновски, вот так. Классная победа, очень лёгкая, я бы сказал, для Икс-3. Не зря они были фаворитами, по мнению Винлайн. Если вас убедила их игра, вы можете воспользоваться фрибетом по баннеру, по трансляции. И, например, придумать себе что-нибудь на вторую карту. Мы же пока уйдём на перерыв. Эту вторую карту дождёмся. Я думаю, минут через 10 я вернусь и продолжим смотреть. Возможно, серия получится очень короткой. Икс-3 спокойно заберут её 2.0. Узнаем скоро. Субтитры подогнал «Симон»